Ну и к новостям спорта. Матчи любительской футбольной лиги прошли в Дагестане. Игры состоялись в рамках девятого тура премьер-лиги. А вот сколько команд в них участвовало и кто стал лучшим, знает Марат Лугуев. Состоялись матчи девятого тура премьер-лиги любительской футбольной лиги Дагестана. В центральном матче тура встречались лидер чемпионата Гурбуки и идущий на третьем месте Дрим Тим. Поддержать свою команду из Карабадахкенского района приехало около сотни болельщиков. Дрим Тим не досчитался нескольких лидеров, а в состав Гурбуки после длительного перерыва вернулся лидер атаки Али Джапаров. Матч получился напряженным с обилием единоборств и минимум голевых моментов. Исход встречи решил Багаудин Тагиров, который оказался расторопнее всех в штрафной площадке. Лучший игрок Дрим Тим не первый раз забивает в таком стиле. Первое поражение в сезоне сразу скинуло Гурбуки на третье место. Отсечкой лидера воспользовался действующий чемпион Эльбин. Матчи против Гуниба традиционно получаются тяжелыми для банкиров. Несколько недель назад Эльбин сумел обыграть команду Мавлета Батырова только в серии пенальти. На гол Загира Рахимова во втором тайме ответил Марат Магомедов. Все шло к очередной ничьей, но Рустам Рамазанов вывел Эльбин на первое место. Ансалта прервала свою шестиматчевую серию из поражений. Перед матчем руководство турнира вручило памятные подарки лучшему бомбардиру в истории лиги Зурабу Магадову. Счет в матче открыл лучший ассистент сезона Даньял Амаев. Ансалтинцы сравняли счет через несколько минут во втором тайме команда из Ботлихского района благодаря голу лучшего бомбандира команды Бурагана Аминова вышла вперед. Главным событием матча стал феноменальный гол полузащитника ансалты Мухаммада Алиева. Махачкала-Сити не смогла заявить на матч против ракеты полный состав и вышла на поле в шестером. Ракета не стала пользоваться численным преимуществом и тоже выставила на матч шестерых игроков. В итоге крупная победа со счетом 7-3. Тур прошел под знаком побед команд из нижней части таблицы. Очки набрали все, кроме Дагдизеля и Махачкалы-Сити. За шесть туров до конца окончательно сформировалась группа претендентов на медали. Остальные команды ведут борьбу с четвертого по пятнадцатое место. Плотность очень высока. Впервые за много туров появился лидер в списке бомбардиров. В спину Рустаму Рамазанову дышат Загир Рахимов и Зураб Магадов. Следующий тур состоится через две недели. В центральном матче тура Эльбины Гурбуки возможно решат судьбу золотых медалей.